До конца июня в Конгресс США должен поступить доклад директора национальной разведки об НЛО, однако он не имеет четких выводов и может оставить больше вопросов, чем дать ответов. Об этом говорится в видеосюжете американского телеканала NBC News, вышедшем в эфир 5 июня 2021 года, в котором журналисты ссылаются на информаторов в разведсообществе США. Нужно отметить, что директор национальной разведки является главой всего разведсообщества США, он координирует 17 организаций и является советником американского президента. Сейчас у американского разведсообщества нет прямых доказательств внеземного происхождения НЛО, при этом эксперты не исключают такой возможности. В упомянутом докладе, в котором описано 120 различных инцидентов, нет окончательного однозначного вывода. В видеосюжете уточняется, что за несколько десятилетий было задокументировано множество случаев, когда американские военнослужащие встречались с НЛО или аномальными атмосферными явлениями. Эти объекты могут летать, резко менять направление движения, нырять в воду без замедления движения и внезапно останавливаться в воздухе. Все это они проделывают на скорости около 11 тысяч километров в час. На камеры попало множество подобных инцидентов, имеется масса свидетельств самих американских военных. Объекты фиксировались разных форм, шарообразные, дискообразные, сигарообразные и похожие на Юлу. При этом перемещение на указанной скорости они осуществляют без видимой реактивной тяги. Американские официальные лица уверяют, что НЛО не являются секретными технологиями США. Но они опасаются, что НЛО могут быть передовыми системами вооружения России или Китая. Обе эти страны, как известно, являются обладателями гиперзвукового оружия в отличие от США. Ранее бывший президент США Барак Обама, когда вопрос в одной из передач коснулся НЛО, сообщил, что есть вещи, о которых он просто не может говорить в эфире.